Через пять лет в Казахстане у Тенге будет плавающий курс. Об этом на пресс-конференции в Астане заявил президент Назарбаев. Кроме того, по его словам, первая нефть с Кашагана ожидается в 2016 году. Лидер нации поблагодарил прессу за освещение выборов и пошутил, что он извинился перед наблюдателями за такой высокий процент. Подробнее расскажут наши столичные корреспонденты. Президент Назарбаев признался, что у него очень хорошее настроение. И причина тому – результаты выборов. Он держался свободно и много шутил. Первым делом президент сообщил, что после выборов страну ждут пять реформ для укрепления казахстанской государственности, озвученных им ранее. Также, как сообщил президент, госпрограммы будут сокращены. Но, как обещал лидер нации, резкой девальвации Тенге не будет, но планируется введение плавающего курса Тенге. Мы работаем над свободно плавающим курсом Тенге, так называемое таргетирование. Но это сложный вопрос. Это мы решаем вместе с Международным валютным фондом. Это очень важно. Они дают нам технические консультации. Это будет происходить не ранее, чем через пять лет, когда курс, как за рубежом, будет свободно плавающим. Реагировать на конъюнктуру, реагировать на соседние валюты, с которыми мы работаем. Местным и иностранным журналистам разрешили задать 15 вопросов. На вопрос американской прессы президент заметил, что внешняя политика после выборов не изменится. По словам лидера нации, Евросоюз для Казахстана торговый партнер номер один. Товарооборот достигает почти 57 миллиардов долларов. Известно, что страна экспортирует сырье. Однако большую нефть, которую Казахстан ждал от Кашагана, придется подождать еще. Все проложенные трубы нормальные. Уже завод по переработке, выделению серы и газа должно было начинать работать. И обнаружились трещины в трубах, которые проходили и под водой, и над водой. А если продолжать работать, могла бы крупная авария. Поэтому пришлось остановиться и менять вот эти трубы высокого давления особые. Удивительно, что они были произведены в Японии, вообще-то, эти трубы. Сейчас компания вместе с Казахманой газом очень активно работает. Составлена программа. Затраты около двух с лишним миллиардов долларов будут на восстановление. И в конце этого года, или в 2016 году, надеемся, мы получим эту нефть. А по ВТО, судя по всему, еще идут переговоры. Как сообщил президент США, просит Казахстан отказаться от сельхозсубсидий. При том, что сейчас в Америке субсидий достигает 20%, а у Казахстана всего 4%. Однако, по словам лидера нации, с одним из крупных соседей у нас большие планы. В Казахстане построят десятки китайских предприятий. Уже завершая пресс-конференцию, президент поблагодарил прессу и пошутил насчет наблюдателей. Я сейчас встречался перед вами, задержался с наблюдателями, конгрессменами, депутатами со многих стран. Они тоже подчеркнули хорошие. Я сказал, я извиняюсь, что для супердемократических государств эти цифры неприемлемы. 95% участия, 97,5% за меня. Но я ничего не мог сделать. Если бы я вмешался, я бы был недемократичным, правильно? Боржан Шайхмед, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.